Здравствуйте, дорогие телезрители! Как всегда, по вторникам в цикле программ «В центре внимания» мы беседуем с психологом. Тема сегодняшней программы «Я заложник своих эмоций» или «Потеря психологического равновесия». На любые ваши вопросы ответит наш постоянный гость, врач-психотерапевт Владимир Кузнецов. Звоните по телефону 639-717. Владимир, добрый вечер. Здравствуйте. Пожалуй, ежедневно мы сталкиваемся с тем, что люди выплескивают свои негативные эмоции на окружающих. Почему люди стали такие нервные или мы уже просто привыкли не сдерживать себя, не контролировать себя? Люди не только стали, они, в общем-то, и были. Мы, опять же, не можем сравнивать, мы об этом как-то говорили, да, это неизмеримые вещи. Действительно, сдерживать себя сложно, потому что темп, ритм жизни очень высокий. Напряжение нарастает, напряжение требует того, чтобы выплеснуться, и, естественно, выплескиваем. Только чаще выплескиваем на людей-то, в общем-то, близких, это безопаснее. А стоит ли вообще сдерживать свои эмоции? Может быть, и не нужно для себя? Зачем копить? Я думаю, вопрос так не стоит, потому что не сдерживать эмоции мы просто не будем в силу воспитания. То есть человек не позволит себе, да? Вопрос, наверное, в другом. А тут не столько вопрос в том, чтобы их стоит ли сдерживать или не сдерживать, сколько скорее о том, чтобы их не создавать негативные эмоции, опять же. Потому что, на самом деле, вот как показывает опыт, все пациенты практически, клиенты, да, кто обращаются с желанием себя контролировать, то есть с этим вопросом, научите меня контролировать себя и так далее, они не так себя настолько контролируют. В результате этого контроля накапливается напряжение, в результате того, что накапливается напряжение, они чаще срываются, в результате того, что они чаще срываются, они недовольны собой, они контролируют себя еще сильнее. Если они контролируют себя сильнее, чаще срываются. То есть этим людям, которые на все реагируют нервно, негативно, с криком, да, допустим, есть такие, не будем скрывать, им не стоит задумываться о своем поведении, не стоит себя вот обрубать, ограничивать? Я бы сказал по-другому здесь. Поведение не проблема сама по себе, это всего-навсего сигнал. И вот здесь стоит посмотреть сигнал чего. Вот как раз сигнал чего. Да, вот для части людей просто можно же понять, что ты устал, задергался, простейший вариант берем. И может быть стоит сделать паузу, как говорится, отдохнуть, передышку сделать, да, это простейший вариант. Для кого-то может быть стоит уже понять, что сейчас что-то в жизни у тебя не так, более глобально мы говорим, да, то есть если тем более ты в системе уже выходишь из себя, может быть ты понимаешь, что сейчас что-то не так, то есть как-то все складывается не по-твоему, ну идешь не по-твоему, неблагоприятно. Может быть, что-то надо поменять более глобально. Ну и, конечно, есть часть людей, которые просто об этом особо не задумываются. Это тип характера. Воспитали. Есть люди, которые на самом деле нервные и с криком отвечают на любой вопрос. Это могут быть, в общем-то, молодые люди, люди, не уставшие от жизни, не накопившие каких-то проблем. И, тем не менее, это система. Они какой-то период жизни, связанный с какими-то обстоятельствами, они так всегда себя ведут. Да, это тип характера. Что это за люди? Тип характера? В психотерапии, в психиатрии мы называем это психопатией, по сути, это старое название. Сейчас мы говорим, это тип личности. Но по большому счету это психопатия, то есть расстройство личности. Это не болезнь, но это болезненный тип характера болезни. То есть это люди, у которых будут проблемы с адаптацией. Потому что с этим типом характера очень сложно же вписаться в какую-то среду. Но с этим типом характера еще сложно другим. Конечно. Поэтому этим и сложно вписаться. Может быть, тем не так сложно, они выплеснули свои эмоции. А если вот такой человек твой руководитель, допустим? Ну вот чаще всего, если эти люди настолько, как мы говорим, то есть уже адаптация нарушена, он не будет руководителем. Он просто не сможет, не дойдет он. Он-то учиться-то не сможет. Ну почему? Мы знаем руководителей, которые совершенно себя не сдержанно ведут. Может, просто имеем в виду хамов? Может быть. Это ведь тоже другой расклад совершенно. То есть человек не считает нужным сдерживаться не потому, что он вспылит что-то еще. Посмотрите, вот разница, кстати, есть. Вот когда мы говорим о таком типе личности, то есть это психопатия, то есть человек не сдержан в принципе всегда, так ему все равно перед кем. То есть авторитетов, ну по большому счету, не будет существовать. Тогда ему очень сложно по социальной лестнице подняться, занять место. Если же мы говорим о хаме, ну будем так называть грубо, да, он ведь в общем-то где боится-то, он там будет нормально себя вести. То есть, смотрите, страх-то будет сдерживать не ценности, не мораль, не воспитание, а страх, это другой уровень. То есть все зависит от ситуации. Конечно, для таких людей да. Ну а с хамами как быть? Если мы знаем, что это не болезнь, да, что это, ну вот мы выяснили, что человек не, с человеком выше тебя по рангу будет вести совершенно по-другому, не будет так общаться, а какую занять позицию в отношении него? Здесь два момента. Есть ситуации, где дешевле не связываться. Ну нет, если, ну нет, возможно. Да, это простейший вариант, то есть если это действительно так, то есть ты не будешь же всех перевоспитывать, да, то есть на себя посмотри, как говорится. То есть можешь не связываться, и есть и есть, то есть если он никому ущерба не наносит, только на тебя попытался сейчас давить, то и бог с ним. Есть ситуации, где эта система, и в общем-то что-то нужно делать, может быть для того, чтобы вообще урезонить человека, да, а тогда все очень просто, надо говорить или действовать с человеком на его языке. Мы сейчас говорим о чем? Об уровне воспитания невысоком, то есть по сути мы о хаме говорим, да, там опять же страх – это главная действующая сила, соответственно, найти что-то, что этого товарища убедит, то есть напугать. Ну я не думаю, что здесь его надо в подворотнице с кирпичом встречать, наверное, вариант, но не наш путь. Здесь надо найти что-то более сильное, то есть по большому счету можно сманипулировать ситуацией, рычагами в обществе, на работе, да, он тебя будет бояться, это можно сделать всегда. Всегда есть враги у этого человека, которые выше стоят. То есть если жизнь поставила в такие рамки, нужно общаться с человеком, который, ну, не совсем адекватно, скажем так, себя ведет. Нужно сначала выяснить, в норме это или нет, боится ли он так себя вести при других, или нет. Ну это видно обычно будет, об этом все говорят. И, соответственно, выбирать уже рычаги. Конечно. Общество наше при всех минусах, оно достаточно мощно простроено, то есть оно структурировано очень. То есть при всех минусах эти минусы мы можем в плюс-то использовать, да, всегда есть у любого чиновника, возьмем так, да, есть враг свой всегда, на который можно найти, этим всем манипулировать. Раз так, значит, будем работать на их языке. Ссоры в семье. Существует масса семей, для которых постоянная ругань, споры – это норма. А может ли это быть действительно нормой для семей? Здесь ведь как раз в этом случае нет проблем понятия патологии. Пока человек не обратился, тут очень важный момент. То есть пока не обратился, действует закон о психиатрической помощи. Он в этом случае совпадает со здравым смыслом. Так бывает не очень часто, но в данном случае совпадает. То есть человек не обратился, и он не хочет помощи, почему мы должны его считать больным? Если обоих в семье это устраивает, то здесь, в общем-то, нет проблем. Кстати, хотя о детях бы я задумался, да, потому что… Да, кстати, как на детей это может… А это насилие называется вообще-то? Над ребенком? Конечно, это моральное или физическое насилие, соответственно, надо меры принимать. А какие могут быть последствия того, что родители все время ругаются? Если ребенок все время терпит моральное насилие, то есть это системно, да, то тут ведь описано, очень много проблем будет в детстве. Это депрессивная личность вырастает. Это может быть тот же психопатическая личность вырасти. Или глубокий невротик. Там хорошего-то мало чего будет. Естественно, ощущения успешности не будет у ребенка. А семьи всю жизнь так могут прожить в ссорах? Ну, бывает, да. Людей устраивает, живут они другого. Не знаю, как нормально. А что, говорит, свой же. Любит, ну ладно. А часто они переходят в грань? Вообще, как понять, когда эмоции переходят в состояние аффекта? Не, ну аффект, смотрите, какой, да. Есть патологический аффект. Есть аффект физиологический, то есть нормальный, да. Вот физиологический аффект – это как? Я вышел из себя. Ну, вышел из себя, но по большому счету я отдаю себе отчет, я себя контролирую. То есть здесь проблем-то таких психиатрических нет. Патологический аффект – это то, чем занимаются уже судебные эксперты, да. То есть когда уже человек страдает. Заболевание, в результате которого патологический аффект, и он не отдавал себе отчет о своих действиях. Это уже другой разговор, это от этого даже освобождает от уголовной ответственности. Ну, вообще, как почувствовать вот эту грань между эмоциями и какими-то психологическими отклонениями? Вообще, мы знаем, да, что нервные люди, ну мы привыкли, им дозволено чуть больше, грубо говоря. Мы знаем, что их лучше не трогать, что с ними лучше не связываться. И, соответственно, они же уже загоняются, они расходятся и реагируют, как хотят, на все что угодно. Но вообще нервные люди, агрессивные люди, они потенциально опасны или, как говорится, в тихом умуте? Большинство нет. Большинство не опасны. То есть они именно вот больше кричат, чем делают. То есть с этими ребятами, в общем-то, довольно не опасно на самом деле. Другой разговор, на счет того, что лучше не связываться, нет, порой как раз лучше связаться, чтобы он больше не лез. То есть, чтобы понимал, что здесь опасно. Опять же, мы говорили, страшно будет и больше не полезет, да? А вот опаснее как раз вот эти все, вот если мы говорим сейчас об агрессии, реальные. То есть те, кто срываются, начинают стрелять, это другие люди. Другие, а такие? Это спокойные ребята, все хорошо у них, они тихие. Всегда спокойные, всегда тихие. Конечно. Так они потому и тихие, и спокойные, потому что они свое мнение имеют, которое не вписывается в общее мнение. Он очень странный, он очень, вроде бы, казалось бы, внешне тихий, спокойный, потому что они показывают свое мышление, оно очень отличается. Ну и когда накапливается, начинаем стрелять. То есть не надо бояться, как говорят, собака лает, но не кусает. Да, конечно. Чаще всего, да. Те, кто ведь говорят, ведь не делают. Но ведь бывают настолько агрессивные люди, настолько, ну, нервные, на каком-то пределе, что думают, что он не только может нагрубить, да, нахамить, но вот возьмет и ударит. Мы же думаем чаще, это ведь не происходит этого на самом деле. Не происходит. Нет, он или если ударяет, так это вот, или там уже вот, мы сейчас о семье говорим, допустим, когда по нарастающей идет агрессия, то там, да, может быть, действительно, если по нарастающей. То есть какой-то этап-то все равно будет следующий. Ну, вот мы, да, знаем как раз примеры ужасные, да, мы смотрим телевизор все, читаем прессу, пишут, муж убил жену, все было хорошо, ничего она не замечала, никаких отклонений, все было нормально. Вот там еще интересно, если он ее убил, если он ее убил, да, откуда мы знаем, что она ничего не замечала? Чаще всего, то есть, да, мы просто информацию... Ну, то есть окружающие не видят, скорее всего. Окружающие не видят, она молчала, возможно, да, у нас мало информации. Вот он так взял, убил, да. Ну, то есть он не может быть спокойным, тихим человеком в семье, а потом такой... Ну, как вариант, если это, конечно, все-таки вот какие-то расстройства психические, то есть он убил по бредовым мотивам, то есть у него действительно изменилось состояние, он решил, допустим, что ее послание на планетяне, и вот он тихо, спокойно на этой почве решил мир обезопасить. Но это, видите, мы психоз говорим сейчас, да, то есть он нарастает резко, вот для жены, может быть, какие-то вещи непонятные были, незаметно, но чаще всего ведь нарастающие конфликты убивают в конфликте, ведь, ну, пьяная драка, как обычно, или что-то подобное. Ну, то есть вообще есть люди нервные, есть агрессивные, есть люди странные. Да. Вот мы как раз о таких людях говорим. Да, вот здесь, наверное, ближе к этому, да, то есть с одной стороны люди странные бывают, они просто странные, да и бог-то с ним. То есть он такой, опять же, мышление такой, он половина грамотных компьютерчиков такие, никому жить не мешает, все хорошо на самом деле, да, он просто... У него друг свой мир, он не вписывается в мир, в общество. Если бы вписался, он бы не создал гениальные программы, это несовместимые вещи. Ну, вот, а есть люди ведь, которые странные именно потому, что мышление изначально другое, да, и тогда оно ведь может проявиться уже и в психозе потом, хотя не всегда это видно обычным-то людям. Ну, вот нам написали письмо как раз о, ну, вот о странном человеке с точки зрения нашей телезрительницы, я предлагаю послушать это письмо. Я познакомилась с молодым человеком. Он образован, занимает серьезную должность, красиво ухаживает за мной. Мне интересно с ним общаться. Но все же в его поведении очень много странностей. Хоть он и говорит, что влюблен и даже видит меня своей будущей женой, при этом мы знакомы всего лишь три недели, он постоянно подозревает меня в измене. Он обвиняет меня в эгоизме, все время принижает мои моральные качества, даже в какой-то степени унижает. При этом он частенько рассказывает мне о своих прежних похождениях, о чем я знать нисколько не желаю. Он все время пытается выяснять отношения. А последнее смс от него звучало так. «Ты будешь гореть в аду». С виду это приятный, симпатичный, умный молодой человек из очень хорошей семьи. Но его поведение пугает меня. Стоит ли продолжать с ним отношения? Может, я просто чего-то не так делаю или не понимаю? Прежде чем ответим на этот вопрос, я хочу напомнить, что телефон в студии 639-717. Вы можете также позвонить и задать свой вопрос Владимиру, нашему психологу. Ну, что же делать в такой ситуации? Ну, здесь вопрос стоит, что там, в чем дело, то есть, насколько, почему так получается. Там данных не очень много. Потому что вот даже тут я бы доспросил бы у человека, понятно, что мы ее сейчас не видим, да? То есть унижает, принижает, там вообще о чем речь-то? То есть принижает ли это обычная ссора, да? То есть, может быть, здесь вот как раз никаких проблем-то нет? Насколько мне понятно, он нарочито, да? Представляем, как это может быть. Нарочито человека унижает, как-то подкалывает, может быть. Ну, это может быть совершенно обычная манера поведения. Она может быть не очень приятная, но ничего, не имеет никаких проблем с патологией. Человек так общается, так научили. Ну, она кажется странной, наша телезрительница. Да, вот я почему и спрашиваю. Тут бы понять, что странно, раз. Здесь то, что вот выбивается из всего этого, ну, как бы в небольшой степени то, что он рассказывает о своих подвигах, ну, тут опять мы не знаем почему, ну, вот так ему вот почему-то приспичило, да? Понятно, что для партнерши это тут, в общем-то, это все неприятно, непонятно, не в тему, да? Но оно еще тоже, как бы, знаете, черта характера, может быть, да? То есть так опять воспитали, то есть такие ценности, хочет похвастаться еще что-то. Здесь выбивается из всей логической цепочки только вот эта смс-ка. Ну, и вообще грубое какое-то отношение, да? Ну, тут грубое отношение особо ведь она не описывает, на самом деле. Где тут она грубое-то? То, что он там так подкалывает все остальное. Ну, манера поведения ведь может быть такой, да? Тем более, так понимаю, что всегда так было, судя по письму. То есть ничего не менялось. Ну, судя по письму, они знакомы всего три недели, вот что настораживает. То есть три недели знакомы, и вот это уже проявляется. Да, и какие-то странные, да, обвинения, странные подколы, и вообще странное поведение для такого. При том, что, я насколько понимаю, человек готов уже чуть ли не жениться на телезаке. Ну, что тоже вопрос большой, да? На словах, то есть почему? Что за странные какие-то перепады? Здесь не сказать, мало информации, очень мало, да? Вот даже смс-ка, допустим, будешь говорить в воду. Вот логично спросить, ты чего в виду-то имел, да? Это объяснение очень многое даст. Понятно, что, может, правда-то не сказать, но объяснение даст, покажет эту логическую цепочку, которая, может быть, как раз кривая, потому что, допустим, о психозе-то мы говорим, да, о каком-то психическом расстройстве, по тому признаку, что нарушается логика. То есть вот логики нет, это его общепринятые, поменьше имеют. То есть человеку умозаключения странные. Здесь ведь ситуация-то какая? Вот она спрашивает, что с ним, чего, как, а вопрос, зачем она это задает? Продолжать, видимо, эти отношения или нет? Вот уже изначально она ей это не устраивает? Побаивается. Логично. Если вот эти отношения не устраивают, она что-то хочет еще другого подождать? Ну вот она, видимо, и хочет объяснить. Но на самом деле страшновато, да, судя по всему. Ну и все, так и до свидания. А вдруг хороший человек? Ну пусть порискует. А зачем? То есть, смотрите, вот из того, что мы здесь говорим, тут позитива-то какого-то она не описывает никакого. Ну парень хороший в чем-то. Дальше она описывает, что вот не устраивает это, не устраивает это, не устраивает это. То есть, если мы сейчас говорим, что она не купила билет на аттракцион, то зачем это нужно дальше? То есть, если все не устраивает, базовое. Ну может быть, не столько не устраивает, сколько сомнения берут. Ну понятно. Ну страшно, мы же все напуганы сейчас. Маньяками и прочими, прочими вещами. Нет, да как? А то, что вот это все предъявляется, если я правильно понимаю, за три недели, смотрите, да, будем реалистами-то. За три недели их отношение во многом получается, по данным, наполнено очень во многом вот этим содержанием. То есть, общение состоит из этого во многом. И это не устраивает. Другого получается очень мало. Я не понимаю, зачем отношение строить. Если которое не устраивает сразу, ну если мы о мазохизме не говорим. И столько сомнений. То есть, я понимаю, почему так вопрос переворачиваю, да? Потому что вот люди начинают ставить вопрос, который не относится к их вот, к отношениям. Она что хочет? Терапией заниматься или отношения выстраивать? Ну, видимо, продиагностировать хочет человек. А, ну тогда ей деньги заплатили, судя по всему. То есть, где они в деньгах? Я думала, что не заплатили. Да. Я просто обычно спрашиваю, вам деньги за психотерапию заплатили? Говорят, нет. Где они в деньгах? Это контекст. То есть, ты с человеком что делаешь? Ты общаешься или психотерапией занимаешься? То есть, для себя надо вопрос задать. И если ты занимаешься психотерапией, ладно, ради бога, но тут же запрос другой. А вообще стоит в общении с человеком все время думать, зацикливаться, он нормальный? А зачем? Это норма, это правильно? Ведь если какая-то ненормальная сеть, так она проявится ведь. Очевидно. Так будет некомфортно же все равно. Будет некомфортно, странно будет, да? Будет какие-то вызывать свои эмоции. Мы если общаемся, чем с человеком общаешься, чем глубже общение, тем больше нюансов проявляется. Ну вот, судя по всему, достаточно некомфортно, да, нашим героиням? Да, ну тут смотрите, да, с одной стороны, он говорит о том, что он хочет на ней жениться, с другой стороны говорит, что она, в общем-то, последняя тварь. А почему? Это результат каких-то комплексов? Так там, скорее всего, да. Но, понимаете, опять же вопрос, да, смотрите, почему я так разделяю, да? Он за помощью не обратился. То есть пока он за помощью не обратился, любые рассуждения о том, кто он там, что это может быть, мы сейчас как угодно объясним, да? Бессмысленно, а зачем? Понятно. Ну а вообще обращаются за помощью люди, страдающие психическими заболеваниями? А он вообще в состоянии обратиться за помощью, если он более психический? Ну смотрите, вот его так пять девушек кинет, я удивлю. Ну не этот герой, а в принципе, ну хорошо. Ну вот возьмем его, да, его так пять девушек кинет, например. Как вариант, он же может прийти, задуматься и прийти, что-то со мной не так, помогите мне, чтобы девушки меня не кидали, да, например. То есть мотив-то вроде бы и внешний, но неважно, с чем пришел. Дальше это мы ведь имеем материал, который он принес, мы разбираемся с ним. Если он хочет помощи, так он будет работать настолько, насколько готов. А вообще существует вот это понятие нормы, норма психологического поведения? Ну это вещь, которая все время сдвигается. Вот посмотрите, допустим, до 78-го года гомосексуализм, например, считался патологией. Это было в международной классификации болезней. На психологической патологии? Психической? Психической. Конечно, лечили электрическим током в Штатах. Я уж не буду детали рассказать, там интересная методика была. Затем под разными давлениями, там тоже история отдельная, как это стало нормой, да. Ну неважно, как уже сейчас, да. Всемирно организации здравоохранения при одном голосе, по-моему, или двух голосах превышающих, то есть почти равноправие было, приняли, что все-таки это норма. Это убрали из классификации болезни, стало нормой. То есть все меняется в жизни, в принципе, да. Но по большому счету, вот в психиатрии нормой является то, что общество приемлет в принципе, да. То есть то, что общество не разрушают, так широко возьмем, да. То, что перестает вписываться, то, что несет опасность, самая главная тема, да, для себя или для других. Вот это такая вот крайняя грань патологии. Но получение какого-то негатива, это тоже опасность к какому-то моральному здоровью. А здесь, смотрите, ведь тут как бы два аспекта, да. Вот если мы говорим о человеке, живущем рядом, ты же можешь уйти. Ну в нашем обществе, по меньшей мере, это возможно. Ну живущим рядом, да, но если в обществе, ты в транспорте сталкиваешься с этими людьми. А есть закон? Почему не применяем-то его? Какой? Расскажите, может быть. Так нет, ну уголовное, это право. Нет, ну если... У тебя нового ничего не говорили. Нет, ну если... Не в том дело, может быть, тебя действительно обхамили, да, ты можешь даже обратиться в конце концов в суд. А если просто тебе, ну вот, нагрубили... А что такое нагрубили, нахамили? То есть в чем разница? Ну накричали на тебя. Почему она мне становится весело от этого? Вот мне смешно становится, правда. То есть когда человек на меня кричит, я же вижу, как он напрягается. Это правда смешно, это цирк. Хорошо, давайте послушаем еще одно письмо от наших телезрителей. Давайте я, пожалуй, зачитаю это письмо. Мне не дает покоя один случай, произошедший в нашей организации. У нас в фирме работала молодая женщина. Очень симпатичная, вполне приятная, веселая и доброжелательная. Работала с клиентами. Но однажды эта женщина вдруг без всякой причины зашла в кабинет руководителя и стало страшно ругаться матом. Затем она прошлась по всем кабинетам в этом низком состоянии броня всех вокруг. С работы ее уволили, потом она лечилась в психиатрической больнице, муж ушел, ее жизнь разрушилась. Для нас это произошло в одночасье. С тех пор я задаюсь вопросом. Выходит, подобное может случиться с каждым? Выходит, ничто не отделяет нас от потери рассудка. Вот такой необычный вопрос и необычная проблема беспокоит нашу телезрительницу. Но вообще человек может вот так вот без каких-то предпосылок вдруг потерять рассудок, как видели окружающие? Там не совсем, я думаю, без предпосылок. Чаще всего это в одночасье не бывает, оно нарастает. То есть пока просто норма опять же вписывается, в понимание нашей нормы, то вроде все нормально. Затем это переходит какие-то границы, вот в ее случае зашла в кабинет начальника, когда-то день какой-то такой Че взошел. И человек уже больше не вписывается. То есть по сути здесь как раз хорошо описан психоз. Какой мы сейчас не знаем, то есть надо смотреть, опять же там уже диагностировать. Но это психоз, это действительно лечится психиатрией. Это не значит, что психиатрию его вылечили, пролечили вернее, и все теперь. Психозы разные очень. Во-первых, сейчас, слава богу, есть хорошие препараты, когда человек принимал, состояние стабилизировалось, он принимает и спокойно работает, и нет проблем. Он же не опасен. Это мы просто боимся, потому что там что-то будет. Психические больные, они не опасны для кровожайщика. Большинство-то из них подавляющее. Не там боимся. Дальше это может быть, например, это может быть психоз другого типа, то, что называется маниакальный депрессивный психоз. Тогда вообще проблем нет. Человек вообще всю жизнь остается совершенно работоспособным, нормальным, адекватным. Вот единственная задача. Но при этом что? А там нет при этом. Там, смотрите, задача психиатров дальше, чтобы удержать его от провалов в депрессии и в манию. То есть он постоянно должен... Он принимает препараты, но это никого вообще не мешает совсем. То есть он между приступами, а если мы между приступами его держим, он вообще адекватный, там личность не нарушается. Он даже в приступах-то не опасен. Он просто вот странный, да, то есть он себе опасен. Окружающим-то чаще всего нет. Я думаю, мы вернемся к этому вопросу еще. У нас телефонный звонок. Алло, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Меня зовут Марина. Я бы хотела задать вопрос следующего характера. Вот у меня, например, есть соседка. Это старая бабушка. Она с некоторыми странностями. Я когда захожу в подъезд, она посылает лифт на 9 этаж, чтобы я не могла сразу же уехать. В результате я раздражаюсь и очень злюсь потом на нее в силу того, что я, например, опаздываю. Вот, может быть, может ваш психотерапевт посоветовать, либо мне, может быть, как-то можно научиться взаимодействовать с этой бабушкой, чтобы она так не поступала, либо, ну, хотя бы не раздражаться. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Итак, совета просят уже пострадавшие, да? Ну, с бабушками, ну, можно попробовать договориться. Не всегда получается. У нас тоже вдвоем есть интересная бабушка. С ней договориться практически невозможно. И, в общем-то, и патологии явно нет, хотя ущерб полдома она приносит на самом деле, да? Ну, такой ущерб, который по закону никак ни к чему не, как говорится, не привяжешь, как и здесь. То есть можно попытаться договориться раз, два, три, но надо быть готовы к тому, что, может быть, не удастся договориться. Ну, скорее всего, не удастся. Да, у бабушки там какие-то свои тараканы, будем так говорить, простым языком. В общем, тараканы нами не исследованы. Как говорил Броневой в известном фильме, да, голова предмет темный, исследованию не подлежит. Вот, поэтому вариант, если договориться не получится, что может быть? Ну, будет бабушка лифт посылать. Как не раздражаться? Ну, во-первых, начать понимать, что это вот так происходит. Это так есть. То есть мы или можем что-то сделать в ситуации, или не можем. Принять, во-первых, да, знать, что я, скорее всего, приду, и лифт будет где-то в другом месте. Ну, например, да, например. Вот к тому, когда все. Вот у нас я продамал лифт, там пользуюсь. Ну, вот в вечернее время почему-то все время лифт где-то там даже, потому что просто это не со зла. Там человек приходит с работы, мы совпадаем. Ну, что теперь, там бабушки нет, разница какая. Представь, что это делать технически. Технически, да, здесь в чем раздражение причина. Человек ждет, когда же эта бабка перестанет делать. Да никогда, успокойтесь уже, да. То есть вот это ожидание, что это поведение изменится, раздражает эту, не бабушка. Возможно, там бабушка видит раздражение, ей там интересно, там уже, повторяю, свои нюансы, да. Но вот для Марина это как раз самая-то главная идея понять, что, ну, как понять, принять для себя то, что это останется так. Ничего не изменится. Да, как только ты принимаешь что-то как постоянное, ты не ждешь результата, не ждешь результата, не будет раздражения гарантированно. Она будет или смешно, или просто напрягает, или еще как-то. Заодно похудеем. Ну, вот вы сказали, что она уже ждет, ну, в страхе, да, что бабушка этот лифт все-таки отправит туда, куда нужно. А иногда, вот, наверное, каждый с собой замечал, уже ждешь какого-то раздражителя, чтобы позлиться. Бывает такое? Бывает, конечно. Зачем? Зачем нам это нужно? Ну, очень многие действительно так вот поступают. Это на юге очень четко видно. Пойду на рынок, поругаюсь. Да, да, пойду. У меня одна знакомая ездила в транспорте специально, чтобы с кондуктором почему-то вот посылать. Да, ну, это тоже второй момент. Магазин, кондуктор, рынок. У нас рынок как-то меньше. Это вот такой, как раз, менталитет Кубани. А что это за желание такое вылить свой негатив? Ну, это вот человек привык так, то есть ему, он привык так сбрасывать напряжение. Это нормально? Ну, пока ты живой ходишь, так нормально. А пока другим не очень хорошо. Ну, вот ответ ведь, когда ты получишь. То есть оно как нормально? Оно не воспитано на самом деле. Но это не патология. Это не патология, да. Это не патология. Это может быть опасно в принципе, потому что бывает рикошетинг, да. Но это не патология. Ну, давайте вернемся к вопросу предыдущему, к нашему письму. Все-таки телезрительница боится того, что с ней может произойти то же самое. А вообще скажет, каждый из нас подвержен каким-то заболеваниям? Ну, скажем, никто не гарантирован. А почему они вообще происходят? А вот тут проблема на самом деле, потому что точных причин не знает никто. Ну, гипотез-то много на самом деле, гипотезы разные, да. Мы сейчас говорим о совокупности факторов, которые возникают. Но чаще всего мы не знаем, откуда психоз происходит. Каждый ли, но все равно есть предпосылки. То есть чаще всего, тоже не всегда, но чаще всего все-таки изначально человек такой отстраненный, странный. То есть там много нюансов. А почему, ну, вот представьте примеры, например, почему люди страдают психозом, ну, и более тяжелыми заболеваниями. Психозом почему страдают? Вот повторяю, тут люди связываются со стрессом. Очень часто приходят, вот, допустим, женщина недавно приходила, вот там у меня гипотезер, там я сколько-то лет назад сделал сеанс после этого психоза. Не бывает так? Практически не бывает, да? Да, понятно, что началось после этого, но не из-за этого. То есть психоз был готов, это был последний вот пинок. С мужчиной разговаривали, молодой парень, да, тоже. Вот психоз, там мама говорит, ну, наверное, потому что на работе стресс. Да, конечно, стресс на работе, только это стресс ни при чем. Был бы не этот, был бы другой. А что при чем? Мышление. Это стереотип мышления. То есть вообще описано, вот, одной из теорий, да, описана семья шизофреника типичная. Там жесткая мама. Мама жесткая, не просто жесткая, она всегда права. Причем права так жестко, да? И папа отряпка или отсутствует, то есть такое вот не имеющее влияние, да? Вот так называемая шизофреногенная семья. Вот очень хорошо это показано в «Похраните меня за плинтусом». Вот там патология однозначно разовьется, то есть тот ребенок не может остаться психически здоровым, там не увернуться никак. Любая патология закладывается в детстве? Нет, это мы по шизофрению не говорим сейчас. Именно по шизофрению? Да, ну вот эти психозы этого класса, да, то есть с хизис, расщепление личности, это закладывается с самого начала, то с года, вот там. То есть мама-то сразу такая. Она же ведь не научилась потом где-то к трем годам-то, да? Она такая была. Если говорить о патологии другой, о психосоматической патологии, то есть вот эти вот наши все язвенные болезни, инстинкардии, инфаркты, миокарды, ну вот это вот сюда, вот кожные заболевания, это около трех лет. То есть попозже, видите, немножко, да? Это взаимоотношения мамы с ребенком. Мама же, она, как говорят в психоаналитике, лебеденозно-заряженная, ну по-русски скажем, да? То есть она говорит, что любит ребенка своего, да? Да не ребенка она любит, она свою тревогу закрывает во многом. Ну любит-то в том числе. И в результате вот этого гиперопеки или там подавления его нормальной агрессии, в три года ребенок агрессивный, это нормально. Но мы же подаем, это же нехорошо, да? Соответственно, мы подавляем агрессию нормальную, получаем агрессию на себя у ребенка. Но это агрессия совершенно несознательная. Это не та агрессия, что покусался, там, кто-то пошел, избил кого-то. Нет, это агрессия более глубокая. Это умение сказать «нет». Чтобы сказать «нет», надо, чтобы личность своя сформировалась. Чтобы она сформировалась, это ведь надо же, чтобы отношения с мамой были зрелыми. Подождать. Зрелыми отношениями должны быть. Мама, если не зрелая, ребенок везде лезет, это же опасно, давай-ка я его остраню. Ну, конечно, почему нет? Как он развиваться-то будет? Или как это он агрессию проявит? Как это он меня кусает? Это же вообще неправильно, да? Что неправильно? Ребенок сейчас тебя бьет. Это вот вещь естественная в два года. Личность по-другому детская не формируется. И расподавление вот этих эмоций, оно может потом сказаться? Конечно, оно сказано о том, что ребенок, личность не сформирована. Если личность до конца не сформирована, он не умеет говорить «нет». И он не умеет говорить «нет», он говорит «нет» своему телу, если так говорить. Развивается патология, соматика. Ну, а какие-то внешние факторы могут влиять, я имею в виду, в течение жизни человека? Конечно, когда это проявляется, когда социализация. То есть пошел в школу, опа, первое обострение. В школу же пошел, да? То есть там вот эти вот моменты, связанные с обществом. То есть ты должен адаптироваться, ты должен как-то вот там в том числе агрессия конструктивная. То есть ты должен сказать «это мое, это не мое, это нормально». Это и есть агрессия. Ведь агрессия не убитенность человека. Потом то же самое, где у нас происходит? Ну, в подростковом возрасте, социальные группы, там вот очень мощный спец социализации, да? Потом вот в университет или куда-то еще поступают после школы. То есть новый корректив, вот это все проявляется. То есть мы можем успокоить нашу телезрительницу, просто так ничего не проявится, и с неба ничего не падает. Ну, а как себя, в общем-то, ну вот оградить, да, взрослый человек? Как себя нужно контролировать? Свою психику, свое поведение, чтобы не перейти грань? Или же нельзя ставить себе никаких запретов? Ну, запретов-то как ставить? Лишних-то не надо. А запретов и так много в обществе. Ну, можно настолько себя эмоционально в обществе вести, да, позволить себе, что ведь можно, ну, все грани перейти. А можно и нет. Можно, да. Можно сказать, успокойся, и ты вообще-то на людях, веди себя нормально, самому себе. Ну, здесь во многом момент какой? Ну, первое, надо бы жизнь разнообразить. Раз, момент такой, чисто гигиенический, да. То есть разнообразить как? Это активность, пассивность, да, то есть отдых должен быть другой, чем работа в течение дня. То есть если ты чувствуешь, что что-то уже пошло не так у тебя в голове? Ну, то есть, да, стереотип, который, точнее, монотонность к стрессам приводит, да, устроить другой выходной, чем обычные дни. То есть пусть он отличается. Разнообразие в пище, разнообразие в информации, которая поступает, да. Затем очень важный момент, это все-таки вот дальше мы уже идем, это чтобы у человека были сомнения. Потому что если я не сомневаюсь, я уверен всегда, да, это не говорит о глупости, а не о наличии информации. То есть очень важно вот сомневаться в том, что я прав. Но не то, что сомневаться в себе всегда, не в этом. Сомневаться в том, что я знаю действительно правду. Ну, нужно подвергать свое поведение анализу. Конечно, это вообще-то здоровый человек так делает. Ну, постоянно, постоянно. Нет, постоянно нет, жить будет некогда. Если ты живешь, все нормально и нормально. Если ты как-то вот что-то тебе не нравится, может, стоит задуматься. Вот тогда ведь мы задумываемся. Ну, вот мы помним известный фильм «Игры разума», когда главный герой, фильм, который создан на основе реальных событий, ну, потерял рассудок и жил вместе со своими вымышленными тремя героями. Он осознал то, что он, ну, не вполне в здравом уме, да, и всю жизнь прожил вот так. То есть стал над своим рассудком. Там вот это очень сложно. Вот, кстати, вот здесь я как раз тот случай, когда не поддерживаю перевод названия, да, он же «Beautiful Mind», то есть это классный разум, то есть, ну, как нельзя дословно перевести, да. Смысл-то в том, что он гениален, потому что вот так отнестись к психозу и перестать верить тому, что ты реально видишь, это ведь гений. А дальше, да, вот очень хорошо, грамотная идея показана. К сожалению, человек реально существующий, математик-то, да? Вот он понял, по тем признакам в фильме «Они все есть», что это галлюцинации, они никуда не исчезли. Он перестал добиваться, чтобы они исчезли. То есть он перестал ими заниматься. То есть он стал жить обычной жизнью. И вот, кстати, как раз все время проверяет, да, где реальность, где нет. Там очень хороший кадр, когда к нему подходит по поводу подписания, чтобы ручки ему подарить, да, вот там в столовую приглашают его. Он у студентки спрашивает, ты его тоже видишь? Я вынужден проверять себя, да? Вот очень хороший момент. Это сомнение в том, что вот где-то грань, да? То есть такое здоровое сомнение в данном случае. Ведь мы же помним, что несмотря на то, что у него психоз, вот эти галлюцинации, он добился того, чего многие из нас вообще никогда не добьются. Он получил Нобелевскую премию в этом состоянии. Не потому, что оно у него было, а вопреки ему, кстати, да? Но это скорее исключение. Да, это гений. Это действительно гений, да? И в фильме же хорошо показано, эти галлюцинации так и стоят, когда он получает премию. Таких немного, таких, наверное, фактически нет. Почти. К сожалению, мы очень верим себе. И когда нам говорят, что, слушай, ну вот, тут не так, мы же говорим, да, ну ладно, я же знаю себя. Да, то есть вот это называется отсутствие критики. Потому что еще один момент очень важный. Если тебе с разных сторон говорят, что так, это так, это так, может, стоит задуматься. Что может быть действительно это так. Ведь даже здесь касается не только вот психозов, мы говорим, все это тот же алкоголизм, который в прошлый раз мы обсуждали, да? Здесь ведь точно так же, тебе если несколько людей сказал, а плюс ты еще травму получил в пьяном виде, может, стоит задуматься, что что-то не так. Ну я же не алкоголик. Да не важно, может, уже стоит завязывать. Вот то же самое, потеря критики главная проблема. Но лечить такие заболевания можно? Лечить можно. Там мы не все можем вылечить. С одной стороны, то есть мы можем контролировать. То есть человек может принимать лекарства, жить вообще здорово совершенно всю жизнь, с некоторыми психозами. И с другой стороны, практически все психозы непредсказуемы, то есть они могут уйти обратно. И бывает, может быть, нечасто. Обратно снова проявиться? Нет, обратно, то есть уйти в ноль. Или просто никуда? Да, то есть вот даже, казалось бы, шизофрения, вот уже такая стадия уже, когда все уже плохо, уже развал личности, и бывает, и уходит все обратно. Треться, бывает, но бывает. То есть здесь очень много неизучено, и очень много потенциала, соответственно. Что делать близким, близким больных? Вести, лечить человека насильно, если он уже не понимает, да, если он пришел эту грань? Насильно-то не получится, на самом деле. Ну, нельзя, да, соответственно. Здесь уговаривать, вот насколько это можно, вот здесь надо уговаривать, потому что очень многие как раз обращаются, вот туда же примеры всегда так звучат, да, вот сын, там, брат, муж, там, чаще сын, брат, вот что-то делать, полечить, я говорю, ну, как вот я вот, и вы давайте там, вы скажете, вы не психолог, это нарушение закона, кстати. Ну, не психолог, не психотерапевт скажете. Это нарушение закона, ты должен представиться, что ты врач-специалист. Вот на этапе прийти к специалисту, только семья, ну, семья, друзья, никто там... Уговорить? Да. Вот там семья, потому что он приходит, я обязан спросить, ты вообще готов ли работать? Он говорит, идите все нафиг, ну, хорошо, мы пойдем, да, по закону-то так. Если он готов, вот только здесь можно что-то делать, еще не лечить, просто разговаривать, то, что лечить, снова согласие отдельное, да. Вот. А без согласия все-таки это есть конкретные критерии. То есть, если человек угрожает себе, угрожает не значит, что он сказал себе об универе, это надо даже действия, чтобы были, да. Надо, чтобы как минимум убил кого-то, да. Ну, почти. То есть, там грань, там действительно вот такой момент сложный. Да, очень сложный. То есть, угроза себе или окружающим, ну, тогда милицию мы вызываем. Ну, это должна быть доказанная угроза какими-то действиями конкретными. Да, 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 мы вызываем милицию, милиция занимается доказательной базой, но если мы излагаем для милиции, то, как это происходило, там, люди-то работают опытные, да, они говорят, ну, так психиатров еще на себя, уже они вызывают, и психиатр, он уже, исходя из анамнеза, ну, все равно же понимает, ты рассказываешь, клиника-то складывается в голове, да, он говорит, ага, это недобровольная госпитализация, тогда ничьего согласия не нужно, в том числе и того, кто позвонил. Ну, это отдельный, да, вариант. А все-таки, если человек, ну, вот, страдает, мучается, не представляет, может быть, видимую угрозу, ну, не доказать ему угрозу, в конце концов. Ну, и лечиться не хочу. А есть какие-то рычаги, которые близкие могут все-таки повлиять, вести лечиться? Убеждать, убеждать. Здесь нет конкретного... Вот какие-то методы убеждения, не знаю, какие-то, может быть, секреты? Здесь нет ничего универсального. Вот так обычно и спрашивают. Что сказать, чтобы пришел учитель? Да, они вот как скажут, да, вот, понимаете, семьи разные, разные правила поведения, разные идеи, разные темы, на которые общаются, способы общения, да, авторитет разный в семьях. Тут нет универсального ключа. Здесь нужно как-то уговаривать, искать ключ. Я понимаю, что звучит очень неконкретно, но тут нет конкретики. Вот с каждым вообще по-разному совершенно. Кого-то там запугивает немножко, да, там, ты вот, там, что-то плохо будет, потом тебя вообще завлечат, да. Кого-то уговаривают, кому-то объясняют, что тебя там никто под руки белые не поведет. Это правда так. Но по меньшей мере всегда можно объяснить. Это вот правда, да. То есть тебя никто не собирается насильно ставить на учет. Не будет с тобой ничего такого, что там вот ты вот все дал согласие и все, до свидания, да. Поймите, если эти признаки есть, так его и без этого спросят, без его согласия. Если он пришел, даже подписал добровольное согласие. Допустим, госпитализация в стационар. То есть его психиатрию положили, он дал согласие. Согласие действует ровно до тех пор, пока он не отказался от него. Вот в ту же секунду отказался, все, он уже согласен. Бояться не надо. В общем-то нужно слушать окружающих обязательно, прислушиваться к себе, ну и знать, что выход есть всегда. Выход всегда есть, конечно. А есть какой-то совет, давайте подытожим. Как мы можем контролировать свое сознание и можем ли мы его контролировать? Как говорил Варуш Фуко, вот я тут с ним согласен, будьте внимательны к своим мыслям, а не начало поступков. Владимир, спасибо большое, что были сегодня с нами. Спасибо. Дорогие телезрители, мы встретимся с вами ровно через неделю на телеканале ПС и первом сетевизоре. Я желаю каждому из вас всегда находиться в психологическом равновесии. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова